Ты со мной Наперебой Тогда еще были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов До свидания Всего доброго Девчонки, пока Пока-пока Вера Вера Какая неожиданная встреча Ну, и какими ты здесь судьбами? У нас же здесь логистическая фирма И я часто бываю в городе А-а-а Прячешься от Олега? Давай о ней будем Спасибо, что подвез Спасибо, что подвез Попьем, кофе попьем Нет, нет, мне сейчас не до этого Ну, есть о чем подумать, понимаешь? Понимаю Ну, в общем, мой номер телефона у тебя есть Если что, звони, я всегда рад помочь Спасибо, пока Привет Привет Новый ухажер? Да ладно, я все видела Старея не бывает И он не ухажер, а просто друг Угу, просто друг? Не, я серьезно Мы со Стасом еще с института знакомы Начали встречаться Потом появился Олег Я в него страшно влюбилась Вышла замуж Вот и вся история Да вот, похоже, что не вся Нет, и серьезно Я ведь заметила, как он на тебя смотрел Вера Надо брать А Олег твой Пусть локти кусает Нечего со всякими шалавами путаться Слушай, я все хотела сказать У меня Костик из рейса через неделю приходит Давай вместе соберемся Сходим куда-нибудь, погудим Друга твоего возьмем Не, не, погудим это не про меня Да, я сказать тебе хотела Я договорилась с Арменом, что теперь через смену в ночь буду выходить Зачем? Ну, как зачем? Чтобы не мешать вам с Костиком строить личную жизнь Ты что, с ума сошла? Может, ты еще в ресторане ночевать останешься? Так, все, я завтра с Арменом поговорю Лен, не надо Я все решила Я спать Олежек, я там Сереже курточку присмотрела Ты можешь с ним посидеть, я сбегаю и возьму Жан, извини, я работаю Олег, ну так работа никуда не убежит А куртку заберут, там 70% скидка Не могу Ладно, работай Ты что копаешься? Ничего не пойму, куда кошелек делаю? До завтра Пока, пока Ну, что, чувак, допрыгался? Тебе же сказали вместе Правильно Что вы делаете? Ты куда рыпаешься? Я вызываю полицию Пасть закрой Ты что орешь? Вера, стой здесь Стас Я разберусь Ну-ка, валите отсюда Ну, ты что? Я не понял Я сказал Валите отсюда Стас Стас, он жив? Кажется, да Стой! Надо вызывать скорую Не надо вызывать скорую У него череп пробит Пока скорая приедет, он стечет кровью Я сам отвезу его в больницу А ты Поезжай домой, я посажу тебя на машину Я не поеду, потому что я свидетель Я посажу тебя на машину Но я могу помочь Вера, Вера, я разберусь Стой! Иди сюда Все, езжай Деньги у тебя есть? Есть Все, езжай, езжай, езжай Черт 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 Алло, Стас Ну, как там? Да все нормально Как только вы уехали Подъехала скорая и полиция Наверное, кто-то из местных жителей вызвал А пострадавший уже показания дает Ой, ну и слава богу Слушай, откуда ты там взялся? Вырос как из-под земли Просто встретить тебя решил? Я же говорил, район опасный А откуда у тебя пистолет? Да это газовый Так, таскаю с собой для острастки Первый раз пригодился Слушай, оно выглядело очень впечатляюще Я старался Я не знаю, что было бы со мной, если бы не ты Я рад, что успел Ну, ладно Спасибо тебе, спокойной ночи, пока Спокойной ночи Это было просто ужасно Ты знаешь, если бы не Стас, я бы, наверное, уже в морге лежала Лена, ты, конечно, не обижайся Но, как всегда, полиция не видна, не слышна Да Да нет, я и не обижаюсь Че на правду-то обижаться? Слушай, а почему ты одна? А где Костик? Он же вроде бы должен был сегодня и зрейся вернуться Так он дома В выходные он всегда дома с сыном и женой Вер, у нас совсем другая ситуация Костик дома живет только ради сына Иначе он давно уже ко мне бы ушел Лена, что ты оправдываешься? Вер, ты меня пойми только правильно Я... Я просто не могу быть одна Я не такая сильная, как ты Сильная Вер, ты чего? Вер, ты что? Вера Ты знаешь, я... Я жить без него не могу Я дышать без него не могу Верочка Я бы все на свете отдала За то, чтобы... За то, чтобы увидеть его сейчас За то, чтобы обнять его сейчас Чтобы вернуть все Чтобы все было как раньше Верочка Верочка Да не плачь, пожалуйста Вер Ох, Верка Да, слушаю Здравствуйте, Олег Павлович Вас беспокоит следователь Новороссийского ОМВД Прохорова и Лена Асуна Здрасте Я подруга вашей Веры Вы знаете, где Вера? Да, она живет у меня Вы можете сейчас записать адрес? Пишу Простите Угу Улица Ленина Угу 17А Спасибо вам большое Я приеду До свидания Всего доброго Какой подарок, а? В свой юбилей пришел мой дом Добро пожаловать, дорогой Здравствуй, дорогой Здравствуй Твой дом всегда приятный Спасибо, родной Спасибо Ягненок в тантыре Пальчики облежьте, а Новенькая, что ли? Да, недавно работает А что? Красивая Слушай, по-браски Скажи, пусть обслуживает Ну Хорошо Вера, слушай Возьмешь восьмой столик Это столик Это столик Людмилы Я знаю Дорогой человек Уважаемый гость Хочешь, чтобы обслужила ты Слушай Сделаешь так, чтобы люди остались довольны Ясно? Ясно Давай, иди Иди, иди Иди Добрый вечер, я вас слушаю Здравствуй, красавица Здравствуй Каникулы для начала Принеси Самого лучшего Внимание Совершил поставлен самолет Следующий рейсом 61-31 Из Москвы Пассажира просим Пройти в зону Выдачи багажа Пожалуйста, приятного аппетита Присядь Не, нам не положено Да присядь, присядь Я разрешаю Армен мой друг Не стесняйся Руки уберите Да че ты трепыхаешься Будет все красиво Музыка, шампанское Пойдем в сауну Сейчас отдохнем Я не хочу ни в какую сауну Я замужем, понятно? Я тоже жена Ты, слушай Не надо, ну пожалуйста Не надо Отпустите Пожалуйста, пустите Не надо Отпусти Помогите, ну пожалуйста Отпустите Меня Помогите Для тебя можно и десять поставить Пустите Пожалуйста Отпусти Может помочь Отпусти 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 ее Отвали, козел Тихо, тихо, тихо Отпусти Извини Ты здесь больше не работаешь Отпусти 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 Отпути Отпути Отпусти Отпусти Я больше никому не позволю тебя обидеть. Я всегда буду рядом. Второй раз ты меня уже спасаешь. Я готов это делать всю мою оставшуюся жизнь. Если ты позволишь. Спасибо тебе. Пока. Пока. Олег, ты как здесь? Проездом. Искал свою жену и нашел. А ты, видимо, встретила нового идеального мужчину для идеальной семьи. Молодцы. Документы на развод вышли по почте. Это все, что ты хотел мне сказать? А что от меня еще требуется? Благословения? Будьте счастливы. Друзья. Ну и уходи с катерти-дорога. Я тебя ненавижу. Он даже не спросил, как я живу. Но он хоть что-то сказал? Он сказал, что пришлет документы на развод по почте. Вот идиот. Вера, ты сейчас успокойся. Ну, давно же известно, что все мужики козлы. Слушай, я не понимаю, откуда он здесь взялся? Откуда у него этот адрес? Ты меня прости, но это я. Да. А зачем? Ну, я ж хотела как лучше. Думала, помиритесь. И по телефону, я помню, он так обрадовался. А оказалось, на развод собрался подавать. Ну, что ж, значит, все к лучшему. По крайней мере, сомнений не осталось, как говорится, дважды в одну реку. Все кончено. Ничего не склеить. Вот так. Олег, ты не завтракал? Ну, иди хоть чаю выпей. Ну, или хоть я суп тебе погрею. Нет, не хочу. Олежек, ну что случилось? Что-то не клеится с твоими консультациями. При чем здесь консультации? И вообще, в моем доме можно оставить меня в покое? Мне не пять лет. Меня не нужно кормить из ложечки. И со своими проблемами я сам разберусь. Хорошо? Хорошо, извини. Вообще-то я пришла попросить тебя посидеть с сыном. Мне нужно отойти. В общем, я пошла, мне на собеседование нужно. Я работаю еще. Мужчины, я дома. Мужчины, я дома. Что у тебя во рту? Сережа, покажи. Ну-ка, покажи. Выплюнь. Сколько он успел проглотить? Ты вообще видел? Нет, я… Господи, боже мой. Давай-давай-давай, идем. Я здесь. Подожду тогда. Я Вовку понесу. Ты его уже поносил. Гипс у ребенка. Ну что? Все обошлось. Доктор посмотрел и сказал, что все чисто. Он не успел съесть ни одной монетки. Слава Богу. Да. Ты прости меня. Это я виноват. Нет-нет, это ты прости. Я виновата. У тебя и так сложный период. А мы тебе на шею свалились, да? Да ничего, не свалились. Это я вас сам… Ну давай, Маша. …север привез. Ну все, идемте. Идем. Привет, Стас. Привет. У тебя все в порядке? Голос должен? Да, все нормально. Слушай, раз я лишил тебя работы, то просто обязан накормить тебя ужином. Я тут нашел чудесную кафешку, там готовят потрясающую пиццу. Стас, прости, но у меня нет сегодня настроения выходить из дома. Я понимаю. Я подожду и пиццу тоже. Позвоню завтра, ладно? Ну да, звони. Пока. Пока. Верунь, привет. Какие планы на вечер? А ты спать собралась? К нам Костик намылился. Ну ничего, я сейчас его заверну. Нет, ты что, не надо. Я не собираюсь спать. Это я с утра не убралась. Костик отменять не смей. Болтать будете вдвоем, потому что Стас пригласил меня в кафе. М-м-м. 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 Может, еще вина? Мы еще это не допили. Не хочешь? М-м-м. Спасибо. У тебя очень уставший вид. Я точно знаю все, что ты собираешься мне сказать. Ты что, экстрасенс? Спорим? Только не врать. Ты собираешься мне сказать, что у тебя прекрасное настроение и вообще все замечательно. Что, не так? Я сдаюсь. Но ведь это неправда. Это неправда. Ты знаешь, вообще все как-то криво получается. Стесняю подругу, которая меня приютила. Мешаю ей строить личную жизнь. Сеехать не могу. Работы теперь нет, денег не заработала. Еще не хватало сесть на чужую шею. Ну, если это все? То я могу одним махом решить все твои проблемы. Увидишь, поехали. И сколько бы мама не рассказывала сказок, не пела песен, маленький тигренок все равно не хотел засыпать. Тогда пришел папа-тигр и сказал, если хочешь быть сильным, смелым, здоровым, ты обязательно должен как следует высыпаться. И тогда маленький тигренок закрыл глазки и уснул. А мама и папа-тигры сидели и умилялись, глядя на него. Ну, может, расскажешь наконец, куда ты меня привез? Ну, может, расскажешь наконец, куда ты меня привез? Сейчас все увидишь. Сюрприз. Прошу. А что это за дом? Корпоративное жилье. Собственность фонда. Я живу здесь, когда приезжаю в командировки. В остальное время жилье пустует, так что можешь вселяться с чистой совестью. Ну, Стас, просто… Эй, нет-нет-нет, я не имел в виду, что мы будем жить вместе. Я перееду в гостиницу. Нет, мне неудобно. Так, вопрос решен. Хорошо, тогда давай так. Деньги за жилье я тебе верну. Тогда давай так. Заработаешь — вернешь. Кстати, насчет твоей работы. Я что-нибудь придумаю. Мне кажется, сфера обслуживания — это не твоё. Знаешь, а твой этот Стас настоящий мужик. Уважаю. В каком смысле? Да в прямом. Вот взял и все решил. Вер, а ты не из-за меня уходишь? Не из-за нас с Костиком? Да что ты. Я ухожу, потому что пришло время двигаться дальше. Вер, ты молодец. Я так к тебе привыкла. Придется теперь скучать. Я буду приезжать в гости. – Обещаешь? – Обещаю. Привет, Вань. Привет. Ну, а что думаешь, очередной пьяный лихач? Вряд ли. Мужику здорово досталось перед смертью. И есть одна очень подозрительная рана. Ну, и какая же? Ну, точнее, я тебе скажу после вскрытия, но, думаю, она и стала смертельной. Ага. Интересно. Ага. 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 Держи. Давай, давай. Доброе утро, мальчики. Доброе утро. Жан, я Сережку накормил. Мне на завтрак, если можно, яичницу и кофе. А потом идем гулять в парк. Как тебе план? Годится? Отличный план. Давай. Давай. Давайте сюда. Пойдем к маме. Давай сейчас. А можно нам принесут? Будем кушать, да? Олег, а я хотела спросить. У Сережи в графе «Отец» прочерк стоит? Может быть, ты признаешь его официально? Мне кажется, это важно. Я буду рад. Я буду рад. Тебя начальник вызывает. Сейчас иду. Что, опять деликатный разговор? Вещаки и глухари нам не нужны. У тебя дело этого утопленника? Ну, который на машине. Эдуарда Караваева? У меня. Но я пока не приступала. Я жду экспертизы по вскрытию. Закрывай его за отсутствием состава. Как закрывай? Экспертиза же… Гохорова, вот твоя экспертиза. Черным по белому. В результате алкогольного опьянения не справился с управлением. Короче, утоп. Подождите. Так на месте преступления эксперт же сказал, что… Елена Антоновна, ты к делу ни слова, а бумагу с печатями подшивать будешь. Ну, наконец-то. Чай остыл уже. Ты чего такая злая? Опять дело приказал закрыть. Баба с возу кобыли легче. Черт. Тимур, а может мне в другое отделение перевестись, а? Ты думаешь, там лучше будет? Проснись, Прохорова. Сказки никто не обещал. Какой у нас котик красивый, да, Сереженька? Дашь поиграть с котиком? Нет. Нет? Тогда я попрошу папу купить мне песика. Здравствуй, Олежка. Здрасте. Здрасте. На, держи ключи. А? Это Жанна, дальний родственница. Погостить приехала. А это Сережка. И сейчас будем спать уже. Олежек, а я Верочке не могу дозвониться. У нее все в порядке? Да, да. Все нормально. Спасибо. Спасибо. М-м-м. Очень вкусно. Ты просто умница. Только утром появилась в этом доме, а уже все кажется уютным и обжитым. Ну, блистань. Сюда еще столько всего нужно купить, чтобы здесь стало уютно. Не спорь. Ты фантастическая хозяйка. Спасибо. М-м-м. Вот видишь, даже забыл про сюрприз. А что это? М-м? Это Ленком. Стас, а как ты… Нет, но гастроли организовывал не я. Мне оставалось только достать билеты. Спасибо тебе большое. Уже поздно, а уходить совсем не хочется. Но пора. Останусь я только тогда, когда ты сама этого захочешь. Жанна. Жанна. Ты меня неправильно поняла. Я все это делаю только ради сына. Это ты меня неправильно понял. Я просто хотела поблагодарить тебя за хороший день. Ну, вот и отлично. Ну, вот и отлично. Поехали. Я почему-то... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Леша, привет. Олег Павлович, простите за поздний звонок, просто с работы не хотел. Ничего. Ладно, кончай, извиня. Что-то случилось? Леша. Олег Павлович, у вас не сохранились записи или черновик заявки на оборудование и медикаменты для Южанска? Такая. Мне очень нужны точные цифры. Не знаю, надо на почве посмотреть. Если есть, могу тебе пересылать. А в чем дело? Да все нормально. Тут просто кое-какие нестыковки вылезли. Хочу проверить. Ну, хорошо. Пока. Спасибо, Олег Павлович. Доброй ночи. Доброй. Доброй. Привет. Привет. Костя, а ты что здесь делаешь? Да вот ехал по делам. Я так соскучился. Так, подожди, с ума сошел. Подожди, 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 подожди. Подожди, у меня есть 15 минут, рабочий день начинается. Садись, садись. 15 минут, а что на времени? Садись. Ох, как же я соскучился. Ну, ты с ума сошел? Ты серьезно, что ли? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Поехали отсюда. Вот так. Поехали, поехали. Да. Первый транш Дерюгин перевел. Конечно. Самое время закупать новую партию грузов для Южанска. Нет. Кросс-экспресс закрылся в связи с безвременной кончиной директора. Не подкопаешься. Нет. Ну, конечно, новую фирму открыть можно. Главное, найти человечка на пост директора. Как же я по тебе скучал. Так в чем проблема? Приезжал бы почаще. Да если бы не сын, давно прозвелся. Жена-то у меня уже поперек горла стоит. Да я все понимаю. Кость, ну, ты тоже пойми меня, мне так ребенку хочется. А одной страшно. А ждать… В сорок, как-то стрепно рожать. Не боись, Ленок. Успеем. Все будет. Все у нас обязательно. Все у нас обязательно будет. Ну… Ну-ка, пришмись! Пришмись, я говорю! Пришмись! Да ты чё? Пришмись! Прошу тебя! Ну, пришмись! Ну, пришмись! Тише! Пусть я говорю! И с ней, ради Бога, тетка знакомая. И шутка отрепла. До стекла бы и тут же жене побежала докладывать. Прошу тебя. Прости, прости, ради Бога, прости. Ну, конечно. Она ж тебе после этого не дала бы разводы, да? Чего так завелась, а, детка? Все у нас будет путем… Да пошел ты! Урод! Ой, Олежек, а ты уходишь? А я хотела тебя попросить Сережки посидеть. Мне на час надо буквально отлучиться. Прости, Жан, никак не могу. У меня консультация через час начинается. Да, Алексей. Олег Павлович, я только хотел поблагодарить, я получил все списки. Только я не понял, зачем они тебе? Там что-то стряслось. Ты можешь толком объяснить? Да я сам еще не до конца разобрался. Все так запутано. Я позвоню, когда… Позже, когда все выясню. Ну, хорошо, пока. Да, до свидания. Пока. 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 Здрасте. Здрасте. Лена. Здрасте. А? Добрый день. Добрый день. Я вот сумочку принесу. Какую сумочку? Здрасте. Здрасте. Зачем мне ваша сумка? Нет, вам она, может, и ни к чему, а вот потерпевшая какая. Вера, понимаете? А, это верю на сумку? Конечно. А, а где вы нашли? Так, пойдемте ко мне в кабинет, там оформим находку и разберемся. Пойдемте. Я все голову ломал, откуда я его могу знать. Ну, а потом как щелкнуло. Это сын моего соседа по даче. Вот я к нему пришел, обрисовал все радости тюремной жизни, ну и… Вот результат. М-да. Ну, вы просто герой. Не ожидала. Лена, вы… Вы не против, если я ваш портрет нарисую? Маслом. Маслом. Ну, вы скажете тоже. Портрет. А вы мне нравитесь. Значит так, давайте не будем забывать, что мы вообще-то в полиции. Вот что? Да. Ой. 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 Давай. 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 ВСКРИК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы кто? Че вам здесь надо? Я директор центра. А я министр обороны. Документ покажите. Да вот, смотрите. Я таких карточек за полчаса сотню наштампую. Документ нужен. Послушайте, вы не имеете права. Вот это склад медикаментов. Если что пропадет, кто виноват будет? Нечего здесь бродить. Давай, будь здоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дверь закрой. Так. Нет, ну вот что-то в тебе изменилось. У меня ж глаз алмаз. Прическу сделала, накрасилась по-другому. Ну-ка, Лич, что там у тебя? Ухажер появился? Ну, появился. Ну, кто? Ну, мы на дне рождения у подруги познакомились. Такой, знаешь, интересный мужчина. До дома меня проводил. Так. Телефончик попросил. И позвонил. И позвонил. Вот, представляешь, позвонил. В ресторан меня водишь. Тирамису угощал. Тирамису деревня? Ну? Что ну есть? Ну? Его? Ну, Жаня. Ну, ты чего? Ну, мы только познакомились. Понятно. А я, ты представляешь, уговорила Олега Сережку усыновиться. Класс. Так что, слушай, сейчас я у него квартирку-то оттяпаю. Слушай, тебе его не жалко, а? Он все-таки по-человечески к тебе. А меня кто-нибудь жалел? Не жалел. Вот и я их не буду. Так, ладно, слушай, мне бежать надо. Давай. А то там сейчас Олег придет, а дома никого нет. В смысле никого нет? А с кем Сережа? Ты его что, одного оставила, что ли? Мультики я его включила. Не надо только так смотреть на меня. Сейчас такие мультики, он любой взрослый будет везде сидеть. Все, давай. Все? Тирамису. Иди давай уже. Тирамису. Да. Ух ты, а симпатично у тебя здесь. Слушай, ну даже телефон не продал. Документы здесь. Как хорошо, не придется восстанавливать. Не говори. Не говори. Это твой муж? Симпатичный мужчина. Слушай, я вот думаю, как мне ее род благодарить? Ой, не знаю. Не, ну был бы он нормальный. Так можно было бутылку купить. А так? А чем он ненормальный? Говорит, с вас портреты писать надо. Представляешь? Маслом. Ой, да ну его. Нужен он не больно. У меня Костик есть. Все-таки пять лет вместе, не просто так. А симпатичное платьице, ты его сегодня наденешь? Платье красивое, но блеска в глазах нет. Итак, Вера, слушай меня. Значит, план такой. Радость, театр, комплименты, шампанское, поцелуи и бурный секс. Вер, ну вокруг тебя такой мужчина вьется, а ты его морозишь. Пойми, однажды в жизни наступает такой момент, когда нужно что-то менять. Просто если я сделаю этот шаг, назад дороги не будет. Вера, я в дороге, минут через двадцать буду у тебя. Ты готова? Да-да-да, я тебя жду. До встречи. Угу. Не поехали. Давай. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Алло. А позовите, пожалуйста, Олега. А зачем тебе Олег? Я на все твои вопросы могу ответить сама. Не лезь в нашу семью. Олегу хорошо со мной и с Сереженькой. Хочешь послушать, как они играют? Папа, папа, собака, ели. Собака, ели. Да, и, кстати, спасибо тебе за детскую сереженьку, она очень нравится. В общем, Вера, я тебя прошу, последний раз по-хорошему. Хватит сюда названивать. Не разрушай наше счастье. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok